Ну что, здорово, подписочник с тобой, как обычно, Паша Клейнс. Я немножечко заболеваю, то есть я сейчас вот буквально начинаю заболевать ангиной, скорее всего, потому что у меня жесткие нарывы в горле, но пока еще голос не пропал, и я решил записать видосики немножечко, да, и это один из них. Я надеюсь, что я это запишу сегодня больше, чем один, ибо мое состояние оставляет желать лучшего, ибо эти температуры и всякая фигня, все это присутствует. Вот, если что, то я сейчас на крыше моего прекрасного бизнеса, вот это банк в Батарево. Как я сюда забрался, это не так важно, поверь мне. Вот, а важно что? А важно то, кстати, меня, возможно, хотят там снять с этого. Ну ладно, это вообще пофиг, реально. И если что, то мы с тобой сейчас находимся в Аматрешечке Ролеплей на сервачке номер 5. Если ты тоже хочешь поиграть в Аматрешечке Ролеплей, то в закрепе есть ссылочка, по которой ты переходишь, и в зависимости от того, с какого ты устройства, тебя перекинет сразу же на скачивание игры. Или же, если у тебя уже скачана матрешка, то ты в нее сразу же залетишь. Я так понимаю, что это примерно вот таким вот образом работает, хрен его знает, но тем не менее. Вот, еще есть у тебя промик Clay Money. Баглина, да, Clay? И Мани это деньги. Ну, короче, это часть моего ника и слово деньги. Что этот промик тебе дает? Этот промик тебе дает вирты определенное количество через 2 часа игры, и также временную тачку. Ну, пожалуйста, не прокачивай ее, иначе ты потеряешь деньги. Свои кровные, честно заработанные денежки ты потеряешь просто-напросто, и все. На самом деле, это вторая попытка, как я пытаюсь записать данный ролик. Дело в том, что, во-первых, раз с каким-то перегрузом у меня все записал мой микрофон. Я особо не понял, в чем был прикол. Но сегодня ролик будет достаточно короткий, да, такой, и по существу, что он называется. Вот, мы сегодня с тобой поговорим. Я что, заикаюсь с самого детства? Я тебя просто держу в курсе. Просто кто-то интересовался, спрашивал. Да, я заикаюсь периодически, такое случается, когда или нервничаю, или просто могу ни с того ни с сего начать заикаться. Вот, и сейчас я нервничаю по той причине, что я как бы заболел, а мне же нужно еще и работать. А вся работа связана с голосом, с моим состоянием. И желаете, чтобы вебочка еще была, конечно же. Чего я зря покупал за такие деньги большие. Это типа камера Sony A6500, плюс еще и объект. Ладно, мы немножечко не в те и идем степи. Мы сегодня с тобой говорим о том, финка банка Батарева через три недели, после того, как я его, ну, купил и прокачал, и все остальное сделал. Let's go цареть без каких-либо лишних, что называется, слов. Ролик будет достаточно короткий. Вот, мы еще обсудим, что я буду делать дальше. Ну, потому что это как бы тоже нужно сделать, что называется. Ну, мне уж точно. Итак, мы заходим в имущество, бизнес. И как ты видишь, я еще купил 41-й банкомат. Где он находится, что он из себя представляет. Все это ты увидишь в обзоре. Ну, и сегодня я тебе в целом покажу еще и где он как бы находится. И как бы все, вот. Банк Батарева. Let's go цареть. У меня тут 72 тысячи. Я снял все деньги оттуда, которые были. И я просто тебе напоминаю, что он абсолютно целиком и полностью прокачан. То есть, на полное обслуживание этого бизнеса ушло более 300, по-моему, миллионов рублей. Это с учетом того, что в то время я покупал подписку. Сейчас я ее уже не покупаю. По той причине, что, ну, типа, я уже здесь все задел. Какой в этом смысл? Ну, да, типа, можно бизнес, типа, оплатить на 21 день. Но, в целом, если я захожу сюда каждый день, как будто бы мне это особо и не нужно. Но, опять же, там очень хорошие скидочки. И если ты покупаешь подписку, то есть, на каждое улучшение просто скидки в 20%, они очень сильно мне помогли, на самом деле. Но сейчас, когда я уже все прокачал целиком и полностью, как будто бы эта подписка мне уже не так уж и сильно, что называется, нужна. Вот, так что такой вот моментик и держу тебя, что называется, в курсе. Итак, здесь все прокачано. И теперь, чтобы не тянуть кота за причины места, давай глянем на финансовую статистику, которая здесь будет с 8 числа. Итак, что мы с тобой здесь видим? Мы видим, что здесь нету какого-то общего знаменателя. То есть, всегда финка более-менее разная. То есть, если в самый, там, вот первый день, который здесь указан, то есть, здесь у нас финка же за 20 дней, указывается. Ну, на самом деле, за 19, потому что за 27 число еще пока что ничего не было. Ну, окей. Итак, 400 тысяч это у нас за 8 число. 1 миллион, практически 150 там, да, тысяч. Это от 9 числа. Мне очень тяжело говорить, фратанчик, сори. Я поэтому чуть-чуть потупливаю, да, там, что-то медленно могу говорить. Просто держу тебя в курсах. Ладно, летим дальше. И так, от 10 числа у нас практически 2 миллиона. Это очень неплохой был денечек, на самом деле. И в самом, ну, вот так вот, в деле, очень-очень здесь все хорошо идет в плане, ну, финки. Просто дело в чем? Я комментарии же читаю. Их у меня нет супер-мега много на канале. Поэтому я читаю абсолютно каждый. Я пытаюсь всем отвечать. Кому-то сердечки ставлю, да, под комментариями. Вот эти вот, выдаю медальки, что называется. Вот, и кто-то мне, короче, писал, что, типа, ну, и что ты за 117 миллионов купил, типа, бизнес, у которого финка, как у фанкомата, как у какого фанкомата, типа, покажите мне, пожалуйста, фанкомат, который приносит лям, да, типа, 2 миллиона, 3 миллиона. Непосредственно в матрешке ролеплей на пятом сервачке, который бы приносил, как бы, вот эти деньги. Да, я понимаю, что есть фанкоматы около БУ рынков, особенно среднего класса. И они очень прилично, да, приносят. И стоят они, как бы, тоже прилично. Я тебе так вот, да, скажу-то, ну, по секретику, что называется. Но, тем не менее. Ладно, давай смотреть, короче, дальше. От 11-го числа у нас 1 миллион, от 12-го практически полтора миллиона, ну, там, миллион четыреста. Я буду округлять, типа, в меньшую сторону или в большую. Вот. А дальше у нас 13-го сентября 3 миллиона 656 тысяч. Это очень прилично, на самом деле, сумма. И я очень был ей приятно удивлен. Я такой, что, типа, за один день практически 3,5 ляма, ну, почти, что 4. Нормально. А дальше 2,5 миллиона, миллион 340 тысяч и полмиллиона. От 16-го числа всего лишь полмиллиона. Я тогда особо не понял, типа, почему тут так мало денег мне пришло и все такое. Но, на самом деле, тут все, ну, имеет, короче, определенную цикономерность. И я тебе сейчас скажу, какую именно, да. Так, миллион 306 тысяч, 200 тысяч, блин, ну, практически 300 тысяч. Это очень мало. 627 тысяч, 371 тысяч. И тут, бац, опять 3 миллиона. 870. Практически полтора миллиона. И 4... Нет, это 450, да, тысяч. Ну, практически. Практически 300 тысяч. 2 миллиона с половиной. И пока что, ну, типа, 4 косаря всего лишь. Типа, очень-очень-очень мало, на самом деле. Но периодически, да, бывают дни хорошие. А бывают дни реально с финкой, как у фаркомата, как у банкомата. И это очень печальная такая история, на самом деле. Что в этой ситуации делать? Абсолютно ничего. Дело в том, что люди же оплачиваются бизнесы и все такое. И они это, получается, делают ближе к выходным. Так, знаешь, что-то вот в этом промежутке. Вот. И все это дело, ну, системное. То есть, абсолютное большинство людей, они оплачивают все вот эти вот хаты и прочее именно в некоторые дни. То есть, вот, допустим, 26 число. Это у нас что было? Если сегодня у нас пятница, то они это сделали все в четверг. Вот. И то не все, а вот один человек. Может быть, что-то в этом промежутке. Вот. Короче, дружище, я тебя очень сильно попрошу оплачивать все свои фрикольчики именно в моем банке. Он в Батарево. Я сейчас прямо на нем нахожусь, собственно говоря. И сейчас тебе будет небольшой спойлер. Так, я чуть-чуть упал. Вот он мой второй, получается, бизнес. Вот. То есть, я купил банкомат непосредственно прямо около моего банка. Поставил приличную комиссию. То есть, люди снимают тут 2000 рублей, чтобы сойти вот сюда. Или же нет. Я хрен его знает, как это все дело работает. Но, тем не менее, я решил сделать обзор еще и как бы на него. И в целом это как бы все. Итак, мы с тобой поговорили, касаемо, короче, финки вот этой вот всей истории. Да, то есть, моего, ну, банка в Батарево. И также, касаемо того, что я купил себе новый бизнес. О нем ролик будет следующий или после следующей. Это мы посмотрим. Дело в том, что я еще хочу, получается, контейнеры открыть. Я очень со мной этого не делал. И очень бы сильно хотелось, на самом деле. Это что здесь? Тут непонятно, что написано. Ну, ладно, ничего страшного. Итак, что же будет дальше? Как ты знаешь, я коплю денежку. Вот. В идеале, ты знаешь, когда-нибудь все-таки накопить, там, я не знаю, 100 миллионов, 200 миллионов, 300. Потому что вот таких сумм, ну, именно, свободных на моих руках я еще не видел. А все ради чего? Все ради того, чтобы покупать, получается, бизнесы непосредственно. Небольшие или большие. И делать обзорчики, получается, да. На них в течение одной или же двух недель. И потом просто сливать их в гос. И все. То есть через команду sellbiz. Типа вот так вот себе берешь, sellbiz делаешь. И тут как бы уже что-то где-то можно из этих бизнесов выбрать, чтобы их просто слить, короче, в гос. Вот, короче, такая вот история. Круто, спасибо, что ты меня пытаешься задавить. Зачем ты это делаешь? Идиот, дурак. Ладно, пока, собственно говоря. Типа зачем я там сейчас попытался сделать? Ладно. Ну, это как бы повод воспользоваться аптечкой, которая есть у меня на предприятии. Это просто великолепно. Ладно. Что я тебе хочу сказать? Вот. В планах у меня покупать, короче, бизнесы, в которых ручки заберутся. Делать про них видеоролик. Честный обзор без накрутки. Финки без чего-либо еще. Ну и, собственно говоря, вот такая вот история. Сегодня ты узнал, какая финка за 20 дней у моего банка в Батарево. Напиши в комментариях, норм ли это или не очень, да, норм и все такое. Этим временем полечу. Огромное тебе спасибо за просмотр. С тобой был, как обычно, Fasha Claims. Если ты хочешь начать играть в матричную ролеплей, желательно на пятом сервере, ну или на любом другом, как в Кайф, то просто кликай по ссылочке в закрепе. Вот и все. И есть еще Fragmik, который тебе даст верты через 2 часа игры и временную тачку. Но ты ее, пожалуйста, не прокачивай. Все. Я пошел болеть. И, возможно, еще записываю сегодня ролики, чтобы их выпускать. Пока что я себя ужасно чувствую, просто максимальнейшее. Но, ну, все мы болеем, че уж там. Че я тут? Один, что ли, особенный? Нет. Ладно, все. Удачки тебе, братанчик. Я надеюсь, что тебе ролики нравятся. Все. F9. Дружище.